Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня появилась очередная часть долгожданного расследования под названием «Сериал о шпионской деятельности Татьяны Жданок». Расследование основано на украденных письмах, причем письмах из каких-то частных почтовых ящиков, но даже из почтового ящика Европейского парламента, чем сейчас специалисты, айтишники в Европейском парламенте озабочены и ищут причины, и, наверное, я надеюсь, найдут, но я хочу поговорить о другом, не о технологиях, а о морали. Вы знаете, набирая в интернете слова «читать чужие письма», я получила первую строчку в качестве ответа «читать чужие письма», «Грех». И вот этот грех взяли на свою душу журналисты, называющие себя как бы совестью нашей, ответственными за то, чтобы в стране не было какой-то деятельности противоправной, антигосударственной. Я думаю, что противоправной и антигосударственной деятельностью занимаются именно эти журналисты, потому что есть статья Уголовного кодекса, применяемая пока очень в одностороннем порядке, называется это «разжигание межнациональной розни». И именно такой характер и носит так называемые разоблачения. Не говоря уже о том, что очень странна сама эта переписка и выводы сделаны из нее. Я должна сказать, что я не имею доступа к серверам российским, ни Яндекс, ни Мейл, на которых якобы нашли мою переписку. И судить о том, что там является подделкой, что, может быть, 15 лет назад я действительно кому-то что-то и о чем-то писала. Но в любом случае это никакая не шпионская деятельность. Сомневаться в том, что источник заслуживает доверия, заставляет просто арифметическая ошибка. Видимо, журналистов не то что математики, но даже и арифметики не учат. Если Инга Спринди говорит о наличии 19 тысяч писем, написанных за или полученных за 5 лет, то давайте произведем очень простые действия. 365 дней в году умножаем на 5, получаем 1825. И 19 тысяч делим на 1800. Это получается 100 писем в день. Но послушайте, 100 писем в день ни в одном частном ящике не бывает. Может, есть такие люди, но я к ним не отношусь. Плюс примерно, если мы выкинем еще выходные дни и отпускные, то получится 150-200 писем в рабочий день. Это столько можно найти на почте Европейского парламента, поскольку здесь используется в качестве внутреннего средства коммуникации именно электронная переписка. Уже давно ушли от звонков, хотя это тоже иногда используется. Что же это за письма? Частные, личные? Еще раз, читать чужие письма – грех. Мы в Латвии много видим такого витающего в воздухе настроения, поведения, ощущения, ненависти, злости. И именно на них пытаются сыграть накануне выборов, выборов Европейского парламента, наши оппоненты, всякие методы применялись для того, чтобы не допустить нас к равноправному и честному соревнованию. Нет государственного финансирования, есть одностороннее использование информации, поиск всяческих компромиссов, видимо, как тяжелое орудие и стрельбу по мне использовать решили. Я уверена, что избиратели разберутся и проголосуют именно за список номер 6, за моих коллег, за мою команду, за то, чтобы они продолжили мою миссию в Европейском парламенте. Я передаю им эстафету.